всем большой при большой привет так зацвела у меня вот это вот красоточка субботу утром она начала распускаться и сегодня понедельник уже после обеда даже можно сказать больше честно я в таком восторге вот от вот этого перехода на губе вот это пятнышко этих рюшечек потом такой венозный рисунок и желтенькая внутри и туда же немножко венозного рисунка на лепесточках она просто шикарнейшая что я знаю про эту лелию нынче уже котлею но почему-то вот для меня она наверное всегда останется красоткой лелей и например мне нравится вот описание классические котлей от чадвиков то они вот пишут что диаметр цветка обычно 15-20 сантиметров и уже у взрослой куртины на цветоносе где-то 45 цветков образовывается так она требовательна к освещению ей нужно много действительно много света она не любит застоя воздуха для неё вот эта фраза любит циркуляцию воздуха приобретает действительно и новые окраски ей нужно много-много воздуха и необходимый перепад ей температур то есть днем желательно содержать ее 25-30 ночью советую давать 16 новые росты появляются у этой красотки обычно поздним летом ранней осенью достигают зрелости в середине января начале февраля как описывают это чадвики у меня в принципе было было также да было практически так же бутоны формируются в чехлах после короткого периода покоя и цветет она в конце мая начале июня сейчас на дворе как раз 18 мая у нас так и после цветения согласно опять-таки чадвиком ей дают несколько недель отдохнуть немножко сокращают полив но опять-таки не позволяют бульбам сморщиваться и потом начинают развиваться бульбы возобновляется полив и особенно активно советуют поливать когда бульба достигает в районе 15 сантиметров вот на другом своем ресурсе который тоже люблю очень пишут что это орхидея родом из бразилии растет она на таких достаточно разбросанных высотах и и описывают как hot to cool growing epithet то бишь она выдерживает достаточно видите большой диапазон от жаркого до прохладного выращивания из в общем-то температурный диапазон описывают как летом 30 31 днем и 18 20 ночью и зимой 19 20 днем 9 10 ночью и я вам честно скажу это моя орха потому что у меня примерно примерно то же самое происходит на балконе вот поэтому мне их много не у них хорошо растут даже цветут вот так что он тут у меня отлично подошли условия значит еще вот такую особенность описывают на травальда с блок спот что она любит маленькие горшки так с хорошо просыхающим и очень воздухопроницаемым субстратом и корни всегда должны быстро просыхать после поливов размер горшка при подбирают всего лишь на парочку приростов больше при посадке то есть на будущее прям не сажают и что еще такого интересного в плане света пишут и где-то 35 тысяч люкс вот где-то так много ну и все точно также обильный полив во время роста во время роста когда бурно у вас растет бульба корни не должны долго стоять сухими вот и вообще даже в период покоя орхидея не должна оставаться слишком долго прям сухой сухой просто идет значительное сокращение полива так да вот то что рассказывают в принципе у меня условия те же только единственное наверное летом немного пожарче но я всегда включаю вентилятор активно а зимой у меня вот тоже температура в диапазоне указанном сидят они у меня кто-то в пластике этой повезло больше но вот таком горшочки сидит мне понравилось как она в нем растет и вот видите крупные очень куски лавы и кора кора разной фракции тут встречается меня архиат она хорошо и внутрь так корешки запускает и вот снаружи у нее тоже достаточно и у меня было два роста нарастила два новых роста вот этот вот и вот этот вот но ведь тут она засушила свой ничего нету был чехол как видите я его срезала он был пустой там ничего не росло но она дала вот новый рост очень так получилось в интересное время на не по учебнику а вот зацвела на соседнем цветоносе по учебнику она конечно шедеврально в жизни более вишневый такой оттенок губы у нее не такой темно фиолетовый здесь но я думаю это из-за баловства дневного света потому что вот смотрите я ее двигаю и как меняется сразу оттенок губы вот такая она в жизни вот сейчас камера действительно хорошо поймала цвет она просто прекрасно не такие нежные цветочки они колышутся я стою держу в руке смеюсь и они колышатся горшочек достаточно тяжелый не очень удобно держать на вытянутой руке поэтому все немножко пошатывается что вот такая картинка купленная с рук без бирки просто у меня идет под названием лилия пурпурата без всяких приписей цветет у меня уже второй раз цветы шедевральные я в восторге вот и конечно же ожидаю когда у меня процветут остальные мои пурпураты единственное что про себя скажу что мне не нравится в моей агротехнике агрокультуре это то что у меня сильно худые бульбы выходят все-таки я ее видите слишком слишком пересушиваю мне ее надо я так думаю обильнее поливать по крайней мере возможно почаще тем более вот уже надо будет попробовать обильнее поливать и так всем огромное спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал ко мне уже ловятся поэтому я на этом видео заканчиваю всем солнечных дней пышных цветений и пока пока